Иван Христофорович Баграмян стал последним ушедшим из жизни представителем славной плеяды советских военачальников, выигравших Великую Отечественную войну. После них в России не появлялось никого сопоставимого с ними по воинским заслугам. При рождении Баграмян был назван Ванессом, но потом его имя переначали на русский лад, и он стал Иваном. После революции Баграмян сначала вступил в армию Первой Армянской Республики, созданную националистической партией Дашнакцутюн, в рядах которой сражался с турками. Затем, будучи командиром эскадрона, вступил в ряды Красной Армии и воевал уже против националистического правительства. После окончания гражданской войны Баграмян был назначен командиром Лениноканнского кавалерийского полка, а в 1924 году был направлен на учебу в высшую кавалерийскую школу, где учился вместе с Григорием Жуковым. Хотя претензий по службе со стороны командиров к Баграмяну не было, он не раз оказывался у опасной черты, за которой находилась тюрьма и смерть. Таковы уж были реалии того непростого времени. Сначала во время массовых чисток рабоче-крестьянской Красной Армии ему припомнили службу в буржуазной армянской армии. Говорят, что на него тогда был собран компрометирующий материал, после чего должен был последовать арест. Но тогда Баграмяна от репрессии спасло покровительство влиятельного земляка Анастаса Микояна. Однако его брат Алексей под каток репрессий все же угодил. И в результате Ивана уволили из армии как родственника врага народа. Он было попытался переквалифицироваться в чертежника, но быстро понял, что это не для него. В конце концов Баграмян надел свою полковничью форму, прицепил саблю и вместе с другим уволенным полковником они уселись у Спасской башни Кремля в надежде обратить на себя внимание наркома обороны Ворошилова. И у них это получилось. Баграмяна вернули на службу, хотя и назначили не в действующую часть, а на преподавательскую должность. В сентябре 1940 года он наконец получил назначение войска на должность начальника оперативного отдела штаба 12-й армии Киевского особого военного округа. После того, как началась Великая Отечественная война, командующий Юго-Западным фронтом Михаил Кирпонос, под началом которого Баграмян служил заместителем начальника штаба, заверил Сталина, что Киев он обязательно отстоит. Но ни сил, ни способности отстоять Киев у него не хватило. В итоге Кирпонос с четырьмя дивизиями попал в окружение. Чтобы вырваться из него, он отправил Баграмяна с роты НКВД в количестве 150 бойцов нанести отвлекающий удар. И хотя отправил он их на верную смерть, но судьба распорядилась так, что Баграмян не только выжил, но еще и вывел из окружения около 20 тысяч человек, присоединившихся к нему по пути. А сам Кирпонос при отходе оказался блокированным и погиб в бою. За удачный отход Баграмян получил орден и звание генерала. Но и его вскоре постигла фиаско, из-за того, что он не посмел возражать маршалам Ворошилову и Тимошенко при разработке и проведении Харьковской наступательной операции, завершившейся катастрофой. Виноватым за провал Сталин объявил его. В письме Сталина от 26 июня 1942 года говорилось. Товарищ Баграмян не удовлетворяет ставку и как простой информатор, обязанный честно и правдиво сообщать в ставку о положении на фронте. В течение каких-либо трех недель Юго-Западный фронт, благодаря его легкомыслию, не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 10-20 дивизий. Это катастрофа, которая по своим пагубным результатам равносильно катастрофе с Раненкамфом и Самсоновым в Восточной Пруссии. Баграмян не без оснований полагал, что за провал операции его расстреляют, и даже простился с семьей. Но на его защиту встал Григорий Жуков, который поручился за Баграмяна. Военные успехи пришли к Ивану Христофоровичу, когда он научился отстаивать свое мнение. Так произошло во время обсуждения плана Орловской стратегической операции на совещании у Сталина, когда Баграмян через головы вышестоящих военачальников внес главнокомандующему свое предложение. Тот его принял, и это привело к успеху операции. А подлинной вершиной проявления воинских талантов Баграмяна стала блестяще проведенная им операция по взятию города-крепости Кюнексберга, названного Гитлером абсолютно неприступным бастионом немецкого духа. Неприступную крепость Баграмян заставил капитулировать уже на третий день штурма. После войны жизни карьера Ивана Баграмяна складывалась весьма успешно. В 1948 году генералов и маршалов победы стали шерстить на предмет присваивания трофейного имущества. Пришли с обыском и к Баграмяну на дачу, но ничего не нашли. Говорят, что на высшем военном совете Сталин иронизировал, у нас только товарищ Баграмян кристально чист. После смерти Сталина Баграмян не только не потерялся, но и пошел на повышение. В 1955 году ему было присвоено звание маршала Советского Союза. В том же году он был назначен на должность заместителя министра обороны Советского Союза. При Хрущеве во время Карибского кризиса Баграмян возглавлял разработку плана по доставке и размещению советской группы войск на Кубе и руководил самой операцией. При Брежневе ему тоже нашли место. В 1968 году перевели на должность генерального инспектора группы генеральных инспекторов Министерства обороны Советского Союза. Баграмян стал еще и общественным деятелем, за что удостоился прозвище «Пионерско-комсомольский маршал». Он долгое время руководил военно-патриотической игрой «Зорница» и «Вахтой памяти». Подкосила Ивана Христофоровича смерть жены Тамары Амаяковны, с которой они много лет прожили душа в душу. Баграмян настоял, чтобы она согласилась на операцию, а ей после операции стало еще хуже, и вскоре она умерла. В смерти жены Иван Христофорович винил себя. Ему было тяжело находиться в опустевшей московской квартире, и он перебрался на дачу, где жил до конца своих дней. Свою жену маршал пережил на 9 лет. Он скончался 21 сентября 1982 года. Хотя Баграмян не был ни членом Политбюро, ни министром обороны Советского Союза, похороны ему устроили по высшему разряду. В руководстве страны понимали, что ушел из жизни последний из военачальников, командовавших фронтами во время Второй мировой войны. Прощание с маршалом Баграмяном состоялось 23 сентября 1982 года в Центральном Доме Советской Армии в Москве. В почетном карауле перед гробом стояли лидеры государства – Брежнев, Громыко, Черненко, Соломенцев, Тихонов, Горбачев. Ночью тело маршала сожгли в крематории, а на следующий день урну с его прахом, украшенную цветами, торжественно водрузили на орудийный лафет. Траурная процессия направилась к Красной площади. По традиции у мавзолея состоялся траурный митинг. Его открыл министр обороны Советского Союза Дмитрий Устинов. После митинга урну с прахом маршала Баграмяна под залпы артиллерийского салюта установили в нише кремлевской стены и закрыли ее мраморной плитой. Траурный марш сменился мелодией гимна Советского Союза и по Красной площади парадным маршем прошли воинские подразделения, отдавая последние воинские почести славному маршалу. Субтитры создавал DimaTorzok